Солнечные панели – один из перспективных источников энергии. Как работает такая мини-станция, теперь знают в школе Феогдона. В рамках образовательного проекта бизнес тоже участвует в создании классов по изучению возобновляемой энергетики. Верхний Феогдон выбрали не случайно. Почему? Расскажет Зоя Тараева. Здесь все как у настоящих энергетиков – подбор местности, проектирование и пусконаладочные работы. Ребята из Феогдонской школы сразу же включились в процесс, уточняют у специалистов детали и тут же показывают результат. Этапы создания мини-электростанции такие же, как и больших энергетических объектов. Поэтому школьники подходят к делу особенно ответственно. Люблю стройки там. Я вот хотел посмотреть, насколько я сильно соберу такую физическую нагрузку. Я собирал камни и замешивал песок еще. Ну, я там еще один чертеж нарисовал. Понравилось очень сильно. Два дня активной работы. Ребята настолько погрузились в процесс, что на площадке трудились до позднего вечера. Солнечные панели для производства экологически чистой энергии устанавливают в рамках образовательного проекта «Эко-школа». Его разработали компания «Экоэнерджи Групп» при поддержке «Юни-Грин Энерджи». Они создают классы возобновляемой энергетики, обучают детей современным технологиям и помогают определиться с профессией будущего. Специалисты подготовили площадку для реализации программы и провели вебинары на тему экологии. Солнечная станция и то, что мы оставляем в виде оборудования, она используется как стенды, как практические пособия для того, чтобы они могли здесь мастерить, создавать сами солнечные элементы, панели и обучаться на практике. Наша задача, как бизнеса, отслеживать тех, кто проявляет наибольший интерес в этом направлении и постараться помочь им получить высшее образование и двигаться в этом направлении, возможно, в наших компаниях, возможно, в других партнерских компаниях. Идею в нашей республике реализовали при поддержке Министерства ЖКХ, Топлива и Энергетики Северной Осетии. Солнечная электростанция – это лишь первый этап интеграции. Феогдонской школы в образовательный проект. В течение года специалисты будут дистанционно проводить школьникам тематические занятия. Мы рады, что сегодня у детей нашей республики есть возможность так близко познакомиться с одной из важнейших профессий нашей жизни. Если хотя бы один из детей станет энергетиком, то все наши совместные усилия, значит, были не напрасны. В планах открыть сеть таких школ по всей стране. Сейчас их уже пять. Четыре в Дагестане и одна в Северной Осетии. Верхний Феогдон выбрали не случайно. Населенный пункт имеет большой потенциал для создания малых гидроэлектростанций. Проектирование одной уже началось, а к середине 2024 года ее планируют ввести в эксплуатацию. Зоя Тараева, Артур Дудаев, Георгий Такоев. Новости Осетии.